Привет всем! Вы мастер перманентного макияжа и наверняка у вас возникают вопросы о пигментах. У нас есть чат, где несколько тысяч мастеров перманентного макияжа постоянно обсуждают, как ведут себя пигменты, как они заживают, как они выглядят, они делятся зажившими работами, они задают постоянно вопросы. Вопросы в общем и целом повторяются. Мы выбрали топ 100 вопросов, на которые вот в этом сегодняшнем видео вы получите ответы. Ответы давали наши амбассадоры. Это мастера, которые имеют колоссальный опыт и они работают нашими пигментами уже очень долго. Поэтому их ответы будут вам интересны. В видео будет таймлайн, вы можете выбрать интересующий вас вопрос и прям на него получить ответ. 100 ответов это конечно очень много, поэтому подпишитесь на канал, обязательно сохраните это видео для того, чтобы получить ответ в тот момент, когда у вас возникнет вопрос. Ну и конечно вступайте в наш чат в телеграм, где вы можете получить на любой свой вопрос ответ от других опытных мастеров или от наших амбассадоров. Ну или мы заметим ваш вопрос и ответим на него сами. Если вдруг на какой-то из вопросов ответа вы все-таки не получили, просмотрев это видео, пишите в комментариях и мы снимем еще конечно видео для вас. Что такое гибриды? Гибриды это микс минеральных пигментов и органических. Как правило в этом миксе присутствует минерал в виде карбона black, то есть черного, и цветных органических пигментов. Что такое концентрат? Концентрат из линейки MD Pigments это гибридные пигменты, на производстве которых добились максимального количества красящего вещества. Такие пигменты очень укрывистые, от них очень яркие, зажившие работы, но ими также достаточно легко загубиться. Что такое линейка Light? Линейка Light это те же самые гибридные пигменты. Их отличие состоит в том, что количество красящего вещества в них снижено практически на 50%. Но благодаря специальному разбавителю, который создали в лаборатории NE Pigments, эти пигменты не теряют своей насыщенности, а загубиться ими гораздо сложнее, чем обычными гибридами. Для чего нужен разбавитель? Разбавитель вам потребуется в двух случаях. Первый, если пигмент во флакончике загустел, им стало неудобно работать. И второй, для того, чтобы сделать пигмент менее концентрированный. В чем отличие минеральных пигментов от гибридных? Отличия в составе. В минеральных пигментах только минеральные вещества. В гибридных пигментах есть как минеральные вещества, например, Carbon Black, так и органические красители. Второе главное их отличие – это внесение в кожу. Минеральные пигменты вносятся в кожу сложнее. И третье их отличие – это яркость заживших работ. Минеральные пигменты, как правило, заживают менее ярко. Они создают легкую нежную дымку. В то время как гибридными пигментами можно создать как легкую дымку, так и достаточно яркий прокрас или четкую линию. Тут уже все зависит от плотности внесения красителя в кожу. В чем отличие концентраторов от линейки Light? Прежде всего, самое главное их отличие – это количество красящего вещества. В концентратах красящего вещества в два раза больше. Но и загубиться и недостаточно легко. В Light концентрация красящего вещества меньше на 50%, но благодаря специальному разбавителю, которыми разбавляют пигменты на производстве, она практически не теряет свою насыщенность. А заглубиться такими пигментами намного сложнее. В чем отличие гибридов N.E. Pigments от гибридов других производителей? Пигменты N.E. Pigments проверены годами. Ими сделаны тысячи процедур, а точнее более 20 тысяч процедур. Годами отслеживалось то, как они себя ведут со временем, как изменяется их цвет, как они реагируют на лазер. К тому же они созданы по всем стандартам фармакопеи в лаборатории N.E. Pigments. Их не смешивали на коленке непонятно где в подвале. И каждый цвет был создан художником. Все это гарантирует вашим клиентам максимальную безопасность и красоту. Чем отличаются минеральные пигменты N.E. Pigments от минералов других производителей? Главное преимущество минеральных пигментов N.E. Pigments в том, что они более укрывистые. В них на 30 процентов больше красящего вещества. Этого добились на производстве большим трудом, но это помогает нам, мастерам, работать проще с минеральными пигментами. Они проще вносятся, нежели минеральные пигменты других производителей. И, соответственно, остатки при заживлении у них ярче и красивее. Есть ли аналоги пигментов Light у других производителей? Нет. Аналогов пигментов Light у других производителей нет. Поэтому, если вы еще начинающий мастер и боитесь заглубиться, то смело выбирайте эту линейку. Для кого пигменты линейки Light? Эти пигменты в большей степени предназначены для мастеров с небольшим опытом или с нестабильным штрихом. Для мастеров, которые боятся наставить пятину заглубиться. Такими пигментами это сложнее сделать, поэтому, как правило, мастера с небольшим опытом выбирают именно эту линейку. Каким мастерам подойдут минеральные пигменты? Минеральные пигменты подойдут тем мастерам, которые хотят видеть на своих клиентах максимально нежные и зажившие работы. Также, если вы хотите, чтобы пигменты выходили быстрее из кожи, выходили под чистую кожу, тоже выбирайте минеральные пигменты. Для кого подойдут гибридные пигменты? Гибридные пигменты подойдут тем мастерам, которые хотят видеть на своих клиентах максимально яркие, зажившие работы. Также они подойдут мастерам, которые работают в волосковой технике, потому что там нужна яркость, нужна четкость, тонкость линий. То есть они подойдут более опытным мастерам со стабильным штрихом, потому что заглубиться ими достаточно просто. В чем преимущество гибридов над минералами? Первое преимущество – это максимально яркие, зажившие работы. Второе – это максимальная легкость при внесении пигмента в кожу. Ну и третьим преимуществом для кого-то будет то, что гибридные красители в коже остаются дольше, нежели минеральные. Ну и они не уходят в ноль до чистой кожи. В чем преимущество минералов над гибридами? Преимущество минералов над гибридами можно считать красивые, зажившие, нежные максимально работы с минимальным количеством заглублений, потому что ими заглубиться гораздо сложнее, нежели гибридами. Также со временем минеральные пигменты практически в ноль выходят из кожи и выходят из кожи намного быстрее, чем гибридные пигменты. Ну и при воздействии лазером они также уходят в ноль. Для чего в флакончике шарик? Сейчас объясню. Если вы долго не работаете каким-то цветом, то у вас со временем пигмент расщепляется, то есть у вас остается красящее вещество и разбавитель. И вот как раз таки для того, чтобы перемешать эти две суспензии, нам в этом помогает шарик. Он с легкостью перемешивает пигмент до однородного состояния. Можно ли смешивать много оттенков сразу? Делать я вам этого не советую. Все оттенки в линейке NG Pigments очень красивые. Они создавались художником. И отследить поведение таких миксов в коже вашего клиента очень сложно. Можно смешивать два оттенка. Например, брать за основу холодный, добавлять туда немножко теплого или добавлять корректоры, чтобы цвет вашей зажитшей работы не был сильно холодным. Но вы можете смело брать по одному оттенку, каждый из оттенков самостоятельный цвет и работать именно каким-то одним оттенком, максимум двумя. Обязательно ли добавлять разбавитель в пигменты? Если вас устраивает концентрация вашего пигмента, если вас устраивает консистенция вашего пигмента, то туда добавлять разбавитель просто ни к чему. Можно ли заменить разбавитель водой для инъекций? Да, заменить разбавитель водой для инъекций можно. Единственное, что эта вода должна быть стерильной, то есть флакончик должен быть скрыт непосредственно перед процедурой. Какие могут быть последствия при использовании воды для инъекции вместо специализированного разбавителя? В принципе, никаких негативных последствий быть не может, если вы использовали стерильную воду для инъекций. И вам нужно учитывать тот момент, что вода для инъекции более жидкая, нежели разбавитель, потому что разбавитель по консистенции больше похож на сами пигменты. Ну и, соответственно, воды вам нужно будет брать меньше, чем разбавитель. Сколько капель разбавителя добавлять в капсул? Тут все зависит от густоты вашего пигмента. Лично я в бровные пигменты не добавляю разбавитель вообще. Для меня они достаточно жидкие. Добавляю только в губные. По моим ощущениям, они более густые. И загустевают со временем они быстрее. Как правило, на 8-10 капель пигмента я добавляю 1-2 капли разбавителя. И мне этого достаточно. Сколько хранится пигмент в капсе и во вскрытом флаконе? Срок годности зависит от объема тары и от состава пигментов. Например, гибридные пигменты производятся в объеме 5, 10 и 15 мл. И после вскрытия срок хранения немножко отличается. Скрытый флакон в объеме 5 мл нужно использовать в течение 9 месяцев. А флаконы 10 и 15 мл в течение года. Пигменты из линейки Light в открытом состоянии будут пригодны в течение 6 месяцев. А минеральные пигменты в открытом виде хранятся 8 месяцев. Пробник пигмента одноразовый. Его содержимое можно разделить на несколько процедур. Вскрытый пробник нужно использовать в течение 2-3 дней. Пигмент, налитый в индивидуальную капсулу, годен только на протяжении вашей процедуры. Это 3-4 часа. И хранить и использовать его повторно нельзя. Что будет, если использовать пигмент после окончания срока годности? По истечении срока годности снижается активность консерванта в составе пигмента. Начинается микробный рост, либо рост грибной микрофлоры. Используя такой пигмент, мы имеем риск получить воспаление, микоз, нагноение и прочие проблемы. Риск в сотни раз выше, чем при использовании пигмента с нормальным сроком годности. Если пигмент не был скрыт, но его срок годности истек, то существует вероятность размножения в нем анаэробных бактерий. Про примеры заражения анаэробными бактериями ткани лица и тела слышали все, это гангрены. Кроме того, в состав гибридов входит смола канифоли, склонная к окислению кислородом, что меняет внешний вид пигмента и его оттенок. Чем дольше хранится открытый флакон, тем будет выше степень окисления молекул канифоли и риск изменения цвета пигмента. Что такое корректоры? Корректоры для татуажа это пигменты, которые позволяют исправить неудачный перманентный макияж, перекрыть или обновить его. Корректор позволяет изменить готовый пигмент из флакона. Добавлять можно прямо в капсулу, в правильных пропорциях, достаточно лишь знать законы колористики. Эти пигменты не используются на участках с чистой кожей, их наносят только на зоны, которым требуется корректировка оттенка. Как использовать корректоры для изменения оттенка пигмента прямо в капсе? В зависимости от стиля работы, тяжести вашей руки или региона, в котором вы находитесь, можно пользоваться корректорами, добавляя их к основному пигменту прямо в капсу. Например, вы новичок и отследили по своим зажившим работам, что остатки даже от теплых готовых миксов в вашем исполнении выглядят холоднее, чем хотелось бы. В этом случае вы можете добавлять к готовому пигменту одну-две капли теплого корректора. Я не призываю вас использовать корректор постоянно и всем клиентам. Улучшайте технику и не заглубляйтесь. Или второй пример. Клиенты вашего региона обладатели в большом количестве эомеланина, пигмент кожи серо-коричневого подтона. Соответственно, вы можете добавлять капель на корректоры с красно-рыжим тоном. Если у ваших клиентов преобладает в коже феомеланин, красный подтон, то вы можете капельно добавлять к основному цвету корректор желто-оливкового спектра. Как использовать корректоры для перекрытия нежелательного остатка? Для того, чтобы качественно перекрыть имеющийся татуаж бровей, прежде всего необходимо определить исходный цвет по оттенку и по температуре. Как мы все знаем, коричневый состоит из трех первичных цветов. Это красный, желтый и синий. Далее определяем недостающие цвета в нашем исходном татуаже и балансируем температуру. Например, красные теплые брови – это красный плюс желтый. Для баланса не хватает синего. В палитре для бровей это будет пигмент на серой или зеленой базе, и мы получим коричневый цвет. Пример 2 – это холодные красные брови. Они имеют в себе красный и синий пигмент. Значит, для перекрытия этого цвета необходим корректор на желтой базе с добавлением зеленого. Серый нейтральный цвет, в котором нет синевы – это самый простой цвет для исправления. Добавляем корректор с красной основой, чтобы сделать брови каштановыми, или на желтой основе, чтобы сделать трусами. Рекомендую использовать круг Итена. Это ваша шпаргалка для подбора корректора. Цвета в этом круге, которые находятся друг напротив друга, при смешивании дадут нам тот самый коричневый. Зачем нужен белый корректор? Белый корректор используется для высветления основного цвета, при этом кроющие качества краски сохраняются и даже усиливаются. Но это хорошо работает для художников, которые наносят краску на бумагу или холст. В татуаже иные принципы, ведь пигменты разных оттенков частично и с разной скоростью выходят из кожи. Что касается белого пигмента, он будет находиться в коже намного дольше, чем другие оттенки. Если вы допустили ошибку при нанесении перманентного макияжа, никогда не используйте белый корректор, чтобы исправить ее. Оттенок получится грязным, а если вы после решите удалить белый цвет лазером, он будет менять оттенок, либо не удалиться вовсе. Применяйте ледкорректор в миксы для камуфляжа ореол груди или в чистом виде для бликов также в этой технике. Черный пигмент. Как использовать на веках? Мечта любого мастера это готовый перманент век глубокого насыщенного черного цвета без синевы. Такой результат вы можете получить только в том случае, если погрузите пигмент неглубоко в кожу. Он будет лежать поверхностно и не будет визуально искажаться слоями кожи, находящимися над ним. Черный пигмент является самостоятельным цветом, не стоит добавлять к нему корректоры. Когда вы добавляете корректор рыжий или красный во избежание синевы, это лишь дает вам высветление черного. Работая таким миксом, вы будете пытаться интенсивнее прокрасить зону и с большей вероятностью заглубитесь. Поэтому самый лучший способ использования черного это вносить его максимально поверхностно. Для очень черных стрелок его можно использовать без разбавителя. А если вы используете пигмент для теней, то обязательно разбавляйте и смешивайте с коричневыми цветами. Можно ли добавлять черный при работе на бровях? Добавление черного в основной цвет в теории дает нам затемнение. Однако на практике, если добавить черный пигмент в микс для бровей, помимо затемнения в зажившем виде мы получим холодный оттенок. Это произойдет из-за светового фильтра слоев кожи над пигментом. Поэтому не рекомендуется использовать черный для работы на бровях. Для затемнения лучше используйте более темный оттенок из линейки для бровей и работайте в технике плотный прокрас. Как удаляются минералы? Минеральным пигментом, как и любым другим пигментом, можно заглубиться. Поэтому могут возникнуть ситуации, когда мастеру нужно убрать пигмент из кожи. При использовании лазерного оборудования минеральные пигменты удаляются без инверсии и без особенностей. Применяйте длину волны согласно протоколу удаления, и татуаж с каждой процедурой будет постепенно осветляться. Удаление ремовером также без особенностей. Как удаляются гибриды? Гибридные пигменты – это сочетание органических и минеральных пигментов. Эти компоненты от воздействия лазером будут уходить с разной скоростью. Поэтому мы можем наблюдать такое явление, как инверсия цвета. Если соблюдать правила и протоколы удаления лазером, то инверсия будет в умеренно теплый оттенок, и даже будет в помощь мастерам. Например, через год вы видите свою работу с более серым остатком, что говорит о том, что пигмент положили глубже, чем планировали. В этом случае цветокоррекция на малой мощности вернет бровям коричневый оттенок. Удаление свежей работы рекомендуется не ранее, чем через 3-4 месяца после полного восстановления кожи. Так вы избежите чрезмерной инверсии и обезопасите кожу от рубцевания. Удаление губных пигментов – есть ли инверсия в серый? Инверсии цвета в серый подвержены определенной составляющей пигментов. Это оксиды железа и диоксид титана. Однако рецептура пигментов NE Pigment составлена таким образом, что инверсии не наблюдается. Некоторые оттенки из линейки могут незначительно уходить в теплый цвет, а в большинстве случаев цвета просто светлеют. Что будет, если добавить бровный пигмент в губной оттенок при работе на губах? При желании клиента иметь губы с коричневым оттенком, можно добавить пигмент из линейки для бровей в микс для губ. Но здесь нужно быть осторожными, чтобы не переборщить, а также точно осознавать последствия, которые могут возникнуть. Важно помнить, что профессиональный перманентный макияж – это не замена декоративной косметики, а коричневые нюдовые губы – это больше про макияж. Миксы с коричневым не подойдут для исходного холодного оттенка губ, так как усилят его. Рекомендую для миксов с коричневым использовать пигменты не для бровей, а для губ. Для этого больше подойдут номера пигментов 208 персик, 210 бисквит, 212 розовый топаз, 214 корица, 215 медно-коричневый и 216 брауни. Как разбавлять губные оттенки в зависимости от техники? Для техники помадный прокрас пигмент можно не разбавлять или добавить разбавитель в пропорции на 8 капель пигмента 1 каплю разбавителя и прокрашивать плотно. Для техники акварели рекомендую использовать пропорции 8 капель пигмента и 2-3 капли разбавителя. Укладывать пигмент прозрачно. Практика показывает, что и разбавленным пигментом можно создать помадный прокрас. Достаточно прокрашивать кожу, не оставляя просветов, и накладывать штрихи плотно друг на друга. В чем разница разбавителя для гибридов от разбавителя для минералов? Разбавитель для минералов создан специально для работы в европейских странах. У каждой линейки свой собственный разбавитель, который наилучшим образом поддерживает свойства и консистенцию пигмента. Для минералов разбавитель под номером 602, а для гибридов под номером 601. Если вдруг оказалось, что нужного разбавителя под рукой нет, а работать надо, то допустимо заменить 602 на 601 или наоборот. Ничего критичного не произойдет. Но лучше в каждой линейке использовать соответствующий разбавитель. Можно ли мешать гибриды с разбавителями для минералов и наоборот? Дело в том, что у этих разбавителей разный состав и разная консистенция. Поэтому, если, например, вы добавите разбавитель для гибридов в минералы, то минералы просто с ним не перемешаются. И получится такой эффект добавления масла в воду. Поэтому делать это я вам не советую. Какими корректорами можно работать на бровях, губах и веках? Для работы на этих зонах есть свои корректоры. Для работы на веках и бровях есть 4 корректора. Это желтый, если вам нужно добиться русых и заживших. Если вы хотите уйти в более каштановые оттенки, вы берете красно-коричневый. Если перед вами такие синеватые или сиреневатые брови, тогда вы берете рыжий корректор, работайте им. И если перед вами розовые брови, тогда вы работаете с ними зеленым корректором, но работайте очень аккуратно, чтобы в зажившем варианте ваши клиенты не получили бирюзовые брови. Для работы на губах есть свои корректоры. Если перед вами очень холодные, синеватые или коричневатые губы на них, вы работаете рыжим корректором. Этот корректор очень кроющий и от него очень хороший заживший остаток. Если вы, например, перестарались на первой процедуре и губы зажили слишком ярко, а клиент хотел нудовый акварельный прокрас, тогда вы можете взять белый, поработать им, приглушить тем самым слишком яркий оттенок и в зажившем варианте получить нежный нудовый. В чем особенность лимитированной линейки для губ и ореол? Особенность этой линейки в ее противоположностях. С одной стороны, там присутствуют очень яркие, темные, насыщенные цвета. Они очень укрывистые, от них очень хороший остаток. И работать этими цветами нужно максимально легко. Если клиент хочет нюдовый прокрас, вернее, не нюдовый, а акварельный прокрас, легкий, вот тогда вы должны работать этой линейкой очень-очень прям полупрозрачной. Но если клиент не мается яркости и хочет прям яркий помадный прокрас, тогда смело выбирайте limited. Лично у меня с этой линейкой время работы сократилось, а заживчики радуют такой яркостью и насыщенностью. Также в этой линейке представлены очень нежные нюдовые оттенки. Их можно использовать для работы на губах, если клиент хочет такой нюд. И также вы можете работать с ореолами и с камуфляжем. Какие пигменты подходят для работы на ореолах? Чтобы восстановить ореолы с нуля или замаскировать рубец от хирургического вмешательства, создана линейка Limited. В нее входят пигменты как для работы с губами, так и для работы с ореолами и рубцами. Сейчас я назову номера и оттенки для работы именно на ореолах. 209 розовое золото, 210 бисквит, 211 щербет, 212 розовый тапаз, 214 корица, 215 медно-коричневый, 216 брауни и 217 темный коралл. Можно ли добавлять пигменты для бровей при работе на ореолах? Да, вы можете добавить оттенки для бровей в миксы для ореол, но не стоит делать этого бездумно. Линейка Limited имеет богатую палитру оттенков, которые можно подобрать для идеального оттенка любой ореолы. Если вы будете добавлять бровный пигмент, то есть риск, что вы создадите очень яркий оттенок, который будет смотреться неестественно. Пигмент загустел во флакончике. Что делать? Если пигмент загустел во флакончике, тогда первым делом вы проверяете срок годности. Если со сроком годности все ок, то пытаемся выдавить пару капель пигмента в капсулу. Если у вас это получается, то дальше мы добавляем нужный разбавитель. Если это минеральные пигменты, то добавляем минеральный разбавитель. Если это гибридные пигменты, то добавляем разбавитель для гибридов или воду для инъекций. Нужное вам количество, чтобы получить пигмент нужной вам консистенции. Если же выдавить в капсулу пигмент у вас не получилось, то такой флакончик мы просто-напросто выкидываем, потому что там, скорее всего, были нарушены условия хранения, и пигмент уже не пригоден для использования в работе. При работе на ореолах мастер сталкивается с разными запросами и задачами. Например, один клиент хочет сделать насыщенный цвет ореол, другому требуется замаскировать рубец, а третьему нужно восстановить ореолу с нуля. От этих запросов и будет зависеть, как подбирать и смешивать цвета. Как правило, при подборе оттенка мы опираемся на исходный цвет. На светлом исходнике можно сделать практически любой оттенок по желанию клиента, розовее или коричневее. На темной ореоле подбираем оттенок под основной тон. Создавайте миксы из серии пигментов Limited для ореол. Рекомендую смешивать не более трех пигментов для создания нового оттенка. Можно использовать пигменты и по отдельности в чистом виде, например, брауни, корица, медно-коричневый используйте для затемнения. А щербет, бисквит, розовый топаз и розовое золото для высветления. Когда подбираете цвет, учитывайте, что при заживлении он посветлеет. Поэтому делайте свою работу насыщеннее хотя бы на тон. Что такое диоксид титана? В каких пигментах используется? Диоксид титана – это минеральный пигмент белого цвета. Используется он во многих пигментах, как бровных, так и губных, для приглушения слишком ярких или темных оттенков. Что такое карбон блэк? В каких пигментах используется? Карбон блэк – это минеральный пигмент черного цвета. Используется также во многих пигментах, и в губных, и в бровных, для создания насыщенных темных цветов. Карбон блэк очень хорошо реагирует на лазер и очень хорошо удаляется зачастую с первого раза. И вообще одна из версий изменения цвета пигмента на более теплый при воздействии лазером – это как раз-таки частичное исчезновение черного цвета. Срок носки пигментов на бровях при условии внесения на правильную глубину. Срок носки пигментов на бровях очень индивидуален. Кому-то перманент служит год, кому-то полтора, кому-то два и три. Факторов много. Все зависит от кожи человека, от процессов, которые происходят в организме, от его образа жизни. Ну, в среднем, по моим наблюдениям, перманент на бровях держится полтора-два года. Дальше уже, конечно, требуется обновление, потому что цвет уже теряет свою насыщенность. Срок носки пигментов на веках при условии внесения на правильную глубину. На веках пигмент держится дольше всего. Со временем, через несколько лет, может в ноль уйти межресничка. Но если на глазах нарисована плотная стрелка или растушевка, то такие стрелки прослужат человеку всю жизнь и немножко больше. Я на своей практике еще ни разу не видела, чтобы пигмент из плотной стрелки вышел полностью в ноль до чистой кожи. Срок носки пигментов на губах при условии внесения на правильную глубину. Срок носки пигментов на губах, по моим ощущениям, самый короткий. Наверное, это зависит от того, что губы у нас очень подвижны, мы их постоянно облизываем, покусываем, красим, то есть постоянно с ними что-то делаем. Мои клиенты ходят с перманентом на губах год-полтора, потом уже требуется обновление. Но опять же, многое зависит и от организма, и от кожи, и от того, какой образ жизни ведет человек. Также от прокраса. Чем плотнее прокрас, тем, соответственно, дольше клиент радуется перманенту. Но, по моим ощущениям, на губах пигмент держится год-полтора. Что делать, если пигмент внесен слишком глубоко? Если на процелуре вы перестарались и заглубились, то тогда у вас два варианта действия. Первый и самый предпочтительный – это пройтись по заглублениям рассеянным пучком лазера. Если у вас какие-то локальные заглубления, тогда оставшуюся работу вы закрываете белой тканью или белой бумагой и работаете рассеянным пучком чисто по заглублению. Если заглублена вся работа, то работаем рассеянным пучком по всей площади своей работы. Рассеянный пучок – это пятно размером 8-10 мм, тут зависит тоже от лазера. Если по какой-то причине лазером работать вы не можете, тогда в ход идут корректоры, необходимые в конкретном случае. И вы должны учитывать тот момент, что при работе корректорами вы должны работать до тех пор, пока ваше заглубление по цвету не станет похож на цвет самого корректора. Только после этого вы можете отправить вашего клиента заживать и потом уже оценивать зажившую работу. Допускается ли смешение пигментов НЕ с пигментами других производителей? Теоретически смешивать пигменты НЕ и других производителей можно, но я вам этого делать не советую, потому что пигменты НЕ проверены тысячами процедур внесения и удаления. Они очень предсказуемы, они созданы по всем стандартам фармакопеи, и это гарантирует вашим клиентам максимальную безопасность. Если вы добавляете в пигменты НЕ пигменты других производителей, тогда такую безопасность вы уже гарантировать не можете. Ну и плюс предсказать поведение таких миксов со временем тоже очень сложно. Почему пигмент вытекает из носика? Слишком жидкий. Если при работе у вас из носика вытекает пигмент, это говорит о неправильной настройке вашего оборудования. В этом случае попробуйте увеличить вылет иглы, скорость на аппарате уменьшить и не набирать слишком много красителя в носик, потому что это тоже способствует его вытеканию. Почему пигмент не идет во время процедуры? Слишком густой. Если пигмент не идет во время процедуры, это также говорит о неправильной настройке оборудования. В этом случае попробуйте уменьшить вылет иглы, скорость на аппарате либо увеличить, либо наоборот замедлить. Тут надо пробовать и так, и так. И набирайте максимальное количество красителя, картридж. Через какие оттенки уходят пигменты для бровей? Пигменты для бровей со временем либо не меняют своего оттенка вовсе, просто потихонечку теряют свою насыщенность и выходят в ноль из кожи. Либо же становится немного холоднее. Тут все зависит от нескольких факторов. Это глубина внесения, это толщина кожи и плотность прокраса. Чем плотнее прокрас, чем толще кожа, тем, соответственно, прохладнее со временем становятся пигменты. Но в любом случае при укладке на правильную глубину, это оттенки очень носибельные, они адекватные. Оттенков таких, как розовые или оранжевые при использовании пигмента в кондье вам ждать не стоит. Через какие оттенки уходят пигменты для век? Смотря каким пигментом вы работали, на какой глубине, если это легкая воздушная работа, пигмент может сойти на нет. Если вы поработали глубоко и насыщенно, перманент может остаться как татуировка на всю жизнь. Обычно перманент для век теряет свою интенсивность цвета и бледнеет. Через какие оттенки уходят пигменты для губ? Все зависит от техники нанесения, акварельная или помадный прокрас, от индивидуальных особенностей организма и своевременной коррекции. Если это акварельный прокрас, то губы будут сходить где-то через год-полтора. Если это помадный прокрас, то он будет исчезать, бледнеть, светлеть через 3-4 года. Какими оттенками можно добиться нюдовых губ? В нюдовых пигментах, вообще в нюдовых цветах очень много белилы, белого цвета, диоксида, титана очень много. И при заживлении они могут зажить даже светлее, чем свои родные губы. Чтобы добиться нюдовых оттенков, подойдут все натуральные цвета, розовые, бежевые, коричневые, оранжевые, с добавлением белых корректоров. Оранжевый корректор для губ – особенности работы. Если к вам приходит клиент с холодными, серыми, голубыми губами, мы работаем сначала только оранжевым корректором. И только после заживления, через полтора-два месяца, мы наносим основной цвет. Зеленый корректор. Как работать? Можно ли работать без добавления пигмента? Оливковый цвет предназначен для нейтрализации легких красных оттенков при работе по перекрытию старого некачественного перманентного макияжа. Для нейтрализации красных оттенков рекомендуется использовать зеленый корректор при первичном заполнении цвета. Почему большой расход пигмента на одну процедуру? Это может быть по нескольким причинам. Если вылет иглы недостаточно длинный, из носика вытекает много пигмента. Если вы во время процедуры слишком часто протираете ватными дисками носик иглы, на ватном диске остается много пигмента. Это может быть еще по индивидуальным особенностям клиента. Если у клиента жирная, толстая, пористая кожа, уходит много пигмента. Или к вам пришел клиент с аллопецией, волосков совсем нет. Или очень мало волосков, тоже используется много пигмента. Как наполнять капсу пигментом? После того, как мы хорошенько встряхнули флакон, открываем его, преподносим перпендикулярно к капсе, на расстоянии несколько сантиметров, мы сжимаем флакон столько капель, сколько нам нужно. И все, потом его закрываем и ложим. Что делать, если вы окунули носик флакона в капсу при доливании пигмента во время процедуры? Если вы ткнули носиком в капсу при доливании во время процедуры, вам нужно снять этот носик и заменить на другой. Для этого вам нужно иметь запасные носики. Если у вас нет запасных носиков, вам придется выбросить пигмент. Засох носик флакона. Как решить проблему, не нарушая перекрестного заражения? Если у вас засох носик флакона, вы можете его проколоть иглой обеззараженной заранее. Можете его чуть-чуть срезать сверху. Или можете просто поменять носик на запасной. У меня их куча. Как правильно встряхивать флакон с пигментом? Если вы какое-то время не работали пигментом, они могут расслоиться. Поэтому перед работой нужно хорошенько их взболтать, встряхнуть в течение минуты, двух, даже трех минут, чтобы они пришли в себя. Сколько процедур можно сделать с монодозой пигмента? В монодозе содержится 20 капель пигмента. Если в среднем на одну процедуру уходит 10 капель, с монодозой можно сделать 2 процедуры. На сколько процедур хватит 5 мл пигмента? 5 мл пигмента это 250 капель. Если в среднем на одну процедуру уходит 10 капель, соответственно 5 мл баночки хватит на 25 процедур. На сколько процедур хватит объема 7 мл? 7 мл это 350 капель пигмента, в среднем на одну процедуру уходит 10 капель, соответственно 7 мл хватит на 35 процедур. На сколько процедур хватит 10 мл объема? 10 мл это 500 капель пигмента, если в среднем на одну процедуру уходит 10 капель, соответственно 500 капель хватит на 50 процедур. на сколько процедур хватит объема 15 миллилитров в 15 миллилитров содержится 750 капель пигмента если в среднем на одну процедуру уходит 10 капель с тюбика 15 миллилитров можно сделать 75 процедур например если мои брови стоят 10000 то с одного тюбика можно сделать 750 тысяч на сколько процедур хватит флакона пигмента light 5 и 7 миллилитров в 5 миллилитры содержится 250 капель и соотношение 10 капель на одну процедуру из 5 миллилитровой баночки можно сделать 25 процедур в 7 миллилитровой содержится 350 капель из такого же соотношения 10 капель на одну процедуру можно сделать 35 процедур губы зажили слишком ярко какими оттенками приглушить в этом случае если губы очень яркие можно их вывести лазером или ремовером как не попасть на подделку и проверить оригинальность и не пигмент это фирменные места покупок дилеры и не пигмент магазине pigment shop или на наших аккаунтах marketplace ах как проверить минералы что они действительно минералы возьмите обычный магнит и поднесите его к пузырьку минерального пигмента магнит примагнитится к пузырьку как железу через какое время после процедуры можно удалять пигменты лазером не раньше чем через месяц во-первых то что кажется ошибкой сразу после процедуры может прекрасно зажить и не быть таким ярким темным слишком теплым или кривым во-вторых кожа должна восстановиться перед последующим удалением пигмента лазером как использовать пигменты при растушевке растушевка бывает разная от легкого напыления и до плотной графики важно учитывать тип кожи контрастность и пожелания клиента легкое напыление или воздушный верх брови укладываем длинными штрихами на максимальной скорости добавляем пару капель разбавителя а при плотной растушевки скорость приподнимаем и укладываем пигмент штрихами поменьше разбавитель одна капля в десяти каплям пигмента так не будет подсыхать носик картриджа как использовать пигменты при волосковой технике для начала нужно знать что волосковая техника линейная и риск заглубления у нее выше чем у растушевки каждый штрих волоска наслаивается друг на дружку тем самым укладывается в кожу глубже теплыми оттенками заглубиться сложнее потому что в основе у них желтый и красный а это безопасные под кожей цвета поэтому всегда на волоски используем теплые оттенки вне зависимости от типа кожи холодный русый насколько холодный не заживет ли изначально серым холодный русый предназначен только для сухой и тонкой кожи и только для легкого напыления при плотной растушевки где у вас будет 23 прохода холодный русый не подойдет он и правду заживет серым так как при плотной укладки пигмент ложится глубже даже если вы работаете поверхностно не подойдет он также и для жирной кожи так как на жирной кожи мы работаем более глубоко чем на нормальный или сухой а когда работаем глубоко мы уже не можем взять холодный так как заживет еще холоднее какой минимальный набор оттенков для начала работы на пигментах и не для начала стабильной работы на всех цветотипах клиентов вам понадобится всего семь пигментов это три бровных теплых оттенка это русый каштан и брюнет так как пигменты очень кроющие и начинать ими пользоваться лучше с теплых оттенков с меньшим риском заглубления три базовых губных это пепельная роза арбуз и бордо пепельную розу и бордо можно использовать как базу в чистом виде для помадной и с капельками бордо для сочности в акварели один пигмент для век черный а для теней на веке можно использовать черный 50 на 50 с теплым брюнетом ну и конечно же разбавитель особенно на начальных этапах работы для разбавления цвета и густоты пигмента самые универсальные оттенки линейки и не брюнет теплый подходит всем типам кожи и всем укладкам в этом цвете идеальным пропорции теплых и черного при легком и поверхностном напылении он не заживет теплым а при плотной укладки на жирной кожи заживет благородным оттенком без серинки арбуз он же теплый розовый линейка для губ от укладки этого пигмента зависит будут губы по заживлению теплыми или прохладными универсальный оттенок подходящий абсолютно всем база под любой яркий пигмент почему бровный пигмент зажил слишком теплым так бывает если теплый пигмент уложить поверхностно на сухую и тонкую кожу для сухой и тонкой кожи в легких техниках используем только холодные оттенки а теплый пигмент используем для плотной растушевки для жирной и плотной кожи тогда пигмент заживет благородным оттенком каким оттенком перекрыть синие стрелки перекрытие цвета всегда без изменения формы на синих стрелках прекрасно работает красно-коричневый корректор темно-синие становятся идеально черными черно-коричневыми можно ли работать с пигментами и не если у клиента уже есть татуаж выполнены пигментами другой марки пигменты разных марок не реагируют друг с другом под кожей но экологично ли перекрытие если это легкий светлый остаток туда а если это забитый татуаж 15-летней давности не стоит самое экологичное что вы можете сделать для вашего клиента это с каким бы остатком он не пришел отправить его на удаление и даже перед процедурой рефреша рекомендуется пройтись лазером чтобы не утяжелять и не наслаивать пигмент в коже также вы можете обменять свои оттенки по бартеру на любые понравившиеся вам аналогичного объема отправку на производство оплачиваете вы а доставку нового пигмента оплачивает и не пигмент что делать если вы не воспользовались пигментом а срок годности подходит концу вы можете с легкостью их обменять на свежую дату изготовления но с учетом того что флакон не вскрыт если сертификация у пигментов и не абсолютно каждую посылку пигментов и не пигмент сопровождает сертификат соответствия документ удостоверяющий качество товара соответствие товара установленным требованиям которые выдают компетентные органы на сертификате соответствия указан его номер и дата срока действия какими пигментами и не можно работать в европе после изменений правил сертификации Минеральными пигментами для бровей, которые соответствуют новому регламенту РИЧ-2022. Правила доставки. Какие страны отправляют пигменты? Пигменты доставляются бесплатно в любую точку мира при заказе от 5000 рублей. А теперь доставка стала еще быстрее и удобнее. Просто закажите пигменты на вашем любимом маркетплейсе. Any Pigments есть на Wildberries, Ozone и AliExpress. Если посылку не пропустит таможенный контроль или будут увеличены сроки доставки, Any Pigments компенсирует стоимость вашей покупки. Сборка абсолютно всех заказов снимается на видео и отправляется клиенту, чтобы он убедился в бережном отношении к его покупке. Какими пигментами работать на жирной и плотной коже? На жирной коже остаток после заживления слабее и носка перманентом меньше за счет излишней сальности покрова. Для того, чтобы цвет радовал вас и не сошел вместе с корочками, пигмент укладывается глубже и плотнее. Поэтому пигменты для жирной и плотной кожи всегда теплые. Какими пигментами работать на нормальной коже? Если кожа нормальная, пигмент мы подбираем по технику, цвет волосков бровей, цвет волос на голове и контрастность. Если техника легкая и поверхностная, то остановимся на холодных оттенках. А если же это плотная растушевка, то лучше взять теплый пигмент. Ну и конечно же учитываем пожелания клиента. Если это легкость и воздушность, то это про холодный пигмент. А если же желание поярче, а значит поглубже, конечно же возьмем теплый. Какими пигментами работать на тонкой коже? Все зависит от того, в какой технике вы работаете. Если у вас легкая рука, вы привыкли работать поверхностно, неплотно, то советую вам использовать прохладные оттенки из линейки не пигмент, это холодный русый, каштан, либо брюнет. Если вы не совсем уверены в легкости своей руки и работаете в более плотных техниках, то советую вам использовать теплые оттенки, это русый теплый, теплый брюнет и теплый каштан. Слишком яркий остаток на бровях, как это исправить? Если остаток на бровях получился ярче, чем хотелось бы, исправить данную ситуацию можно при помощи лазера, применив рассеянную вспышку. Каким образом это сделать? Держа манипулу на более дальнем расстоянии от брови, вы можете регулировать уровень рассеянности вспышки. Сделав пару пробных выстрелов на кончике брови, вы можете посмотреть, достигли ли вы желаемого результата и самое главное, не искажается ли цвет в негативный оттенок. Если же результат вас устраивает, то вы можете таким образом прострелять всю бровь, при этом осветлив ее на 1-2 тона. Не ложится пигмент, в чем может быть причина? Перечислю вам две основные причины, по которым у вас может не укладываться пигмент. Первое, это неправильно подобранный диаметр иглы. Да-да, выбор диаметра может как облегчить процедуру, так и сделать невозможным качественное введение пигмента. Так, если вы на жирной пористой коже начнете работать иглой с тонким диаметром и острой заточкой, то скорее всего просто протравмируете кожу, при этом не увидев остатка. Второй причиной может быть неправильная техника в работе, а именно неправильное натяжение кожи и как следствие отсутствие сцепки иглы с кожей, что приводит к некачественному введению пигмента. Как разбавлять черный пигмент при работе на веках? В том случае, если вы собираетесь делать стрелку в технике растушевки, то я рекомендую разбавлять черный пигмент разбавителем в пропорции 80 на 20, где 80 это черный. Если же вы хотите сделать графичную стрелку, то разбавлять пигмент нет необходимости. Главное работать поверхностно и очень плотно. В случае же с прокрасом межресничного пространства рекомендую вам использовать тот же принцип. Если вы хотите получить очень черный, насыщенный, плотный прокрас, то пользоваться черным цветом в чистом виде. Если же вы хотите полупрозрачный, теневой, либо с растушевочкой межресничку, то рекомендую пользоваться разбавителем также в пропорции 80 на 20, где 80 это черный. Нужно ли разбавлять пигменты light? Разбавлять пигменты light нет необходимости, так как они уже разбавлены в пропорции 1 к 1 специальным разбавителем. При этом обладают теми же кроющими свойствами, но с меньшей концентрацией красящего вещества. Можно ли укладывать пигменты послойно, а не смешивать их в капсе? Да, конечно, пигменты можно укладывать послойно, также их можно смешивать в капсе. Главное, чтобы было четкое понимание, для чего вы это делаете. Послойно я рекомендую укладывать пигмент, если вы делаете перекрытие, то есть сначала вы перекрываете корректором негативный оттенок, затем уже работаете основным цветом. Почему пришел пигмент с надписью концентрат? В чем отличие от предыдущих пигментов? Изначально марка не пигмент выпускает высококонцентрированные пигменты, в которых процент красящего вещества гораздо выше, чем у производителей других марок. Это позволяет мастерам легче укладывать пигмент и добиваться высоких остатков. Затем уже была выпущена версия Light. Отличие ее в том, что она разбавлена в пропорции 1 к 1 специальным разбавителем, при этом обладает теми же кроющими свойствами, но с меньшей концентрацией красящего вещества. Эта версия подходит тем мастерам, которые любят работать с неконцентрированными пигментами или новичкам. Таким образом, для удобства мастеров концентрированная версия обозначена словом концентрат, менее концентрированная версия обозначена словом Light. Могут ли испортиться пигменты под воздействием прямых солнечных лучей, если они стояли на окне? Да, такое возможно. Под воздействием прямых солнечных лучей пигмент может испортиться или не прослужить заявленный срок службы. Для того, чтобы это не произошло, необходимо придерживаться несложных условий хранения. Одним из них является не оставлять пигменты под воздействием прямых солнечных лучей. А еще лучше хранить их в специальных деревянных коробочках, в которые вы покупаете свои пигменты, так как они именно для этого и служат, для того, чтобы защищать их от этих самых солнечных лучей. Где лучше хранить пигменты? Для пигментов должно быть свое отведенное место, это может быть полочка или шкафчик, защищенный от прямого воздействия солнечных лучей. А еще лучше хранить их в специальных деревянных коробочках, в которых вы покупаете свои пигменты, так как они являются той защитой от этих самых солнечных лучей. Нет остатка на губах, в чем может быть причина? На самом деле причин может быть много, назову вам две чаще всего встречающиеся. Первое – это неправильное натяжение кожи и, как следствие, отсутствие качественной сцепки иглы с кожей. Также причиной может быть жидкий некачественный прокрас. Это когда мастер ложит недостаточное количество штрихов за отрезок и работает хаотично. Какой процент приживаемости у пигментов нет? У пигментов высокий процент приживаемости составляет от 80% и выше, но, конечно же, этот показатель зависит не только от пигментов. Также влияние имеет техника, в которой работал мастер, и особенности кожи. Почему пигмент густеет в капсе во время процедуры? Пигмент в капсе может загустевать во время процедуры при долгом взаимодействии с воздухом. Для того, чтобы это не произошло, я рекомендую сразу наливать небольшое количество пигмента, затем уже во время процедуры добавлять при необходимости. Если же уже это произошло и пигмент в капсе загустел, то можно добавить туда одну каплю разбавителя и хорошенько размешать. Почему пигмент расслаивается в капсе во время процедуры? Если процедура затянулась, то может так случиться, что пигмент начинает расслаиваться в капсе. Все потому, что пигмент это неоднородное вещество и состоит из красящего порошка и жидкой основы, которые, в свою очередь, имеют разный молекулярный вес и в таре стремятся расслоиться. Чтобы добиться однородности, необходимо размешивать слои, как во флаконе путем встряски, так и в капсе путем размешивания специальным блендером. Испортится ли пигмент при воздействии низких температур, если транспортировка была при морозе? Минеральные пигменты линейки НЕ произведены из сырья, который не теряет своих свойств при воздействии низких температур. Это указано в их нормативных документах. Поэтому с уверенностью можно сказать, что минеральные пигменты линейки НЕ не боятся замораживания. Что касается гибридных пигментов, то производитель рекомендует соблюдать температурный режим перевозки и хранения от 5 до 25 градусов по Цельсию. Почему не укладываются минералы? Минеральные пигменты имеют крупную дисперсию, за счет чего пигмент тяжелее вносится в кожу, а значит процедура перманента занимает больше времени и требует от мастера опыта. Главное правило в работе – укладывать пигмент нужно не спеша, плотно прорабатывая каждый участок, а штрих должен быть более жестким и хлестким. Лучше всего для работы минералами подходят длинноходные аппараты. Несоблюдение же всех этих правил будет препятствовать качественному введению минеральных пигментов в кожу. Какие пигменты для губ являются самыми кроющими? Все пигменты для губ из линейки НЕ обладают высокими кроющими способностями, в особенности из новой лимитированной линейки. Это бородовый пион 225, кармин 226, сангрия 224, французская малина 220, клубника 219, красная роза 218, алый 223, амаран 222 и темно-алый 221. Как правильно работать с 106 пигментом при легкой укладке? Пигмент под номером 106 это брюнет теплый, один из моих любимых бровных пигментов, работать с ним очень легко. В работе с ним необходимо учитывать, что при легкой укладке он заживает достаточно тепло, поэтому будет хорошо смотреться на девушках теплого цветотипа средне-коричневого диапазона. Также красивым благородным горячевым цветом заживает на смуглой коже, а еще он благодаря именно своей теплоте отлично подходит для волосковых техник. Какие оттенки для губ являются прохладными? В линейке НЕ пигмент следующие пигменты относятся к числу прохладных. Это 205 роза, 203 бордо, 226 кармин, 224 сангрия, 220 французская малина, 218 красная роза, 222 амарант и 221 темно-алый. На каких кожах можно работать минералами? Минеральные пигменты можно использовать на любом типе кожи. Какие оттенки бровных пигментов подойдут афроамериканцам и девушкам со смуглой кожей? Ответ такой, чем темнее кожа, тем теплее пигмент. Смуглая кожа, она априори холодная и будет добавлять холода при заживлении любому пигменту, поэтому на такой коже нельзя работать прохладными оттенками. Девушкам со смуглой кожей я рекомендую подбирать теплые оттенки бровных пигментов. Самый лучший вариант, который использую я сама, который очень красиво заживает на смуглой коже является пигмент под номером 106 пиронет теплый.